В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, свой адрес, свое гражданство или даже жену. Но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Потому что все, что изменилось, изменилось лишь снаружи, в то время как внутри тебя все осталось, осталось как и было. Если ты чего-то хочешь от жизни, если хочешь изменить себя, если хочешь заполучить что-то, дотянуться до каких-то вершин, чтобы избавиться от вредных привычек, придется попотеть. Это тяжело. Большинство людей проживают свои жизни, так и не поняв, в чем их талант. А те, кому они известны, далеко не всегда занимаются их развитием. Единственное, что может сделать тебя счастливым, мой друг, это шаг на ступень выше. Это осознание того, на что ты способен. Прикосновение к состоянию, когда ты прорываешься сквозь вязкость быта и хоть краем глаза, но ты видишь, как будто со стороны истинного себя. Когда ты с головой погружаешься в болото своих страхов и ввязываешься с ними в бой, чтобы продолжать движение, вот тогда и начинают происходить события, которых ты так долго ждал. Если ты так и не наберешься мужества реализовать ту или иную свою возможность, если будешь продолжать ходить вокруг да около, пытаясь переубедить в чем-то окружающих тебя людей или, не дай бог, получить их одобрение, все это закончится тем, что ты сломаешься. И люди вобьют тебе в голову, что то, чем ты занимаешься, не имеет смысла. И тогда ты поставишь крест на свои мечты. Сколько у тебя осталось времени? Сколько? Мы ведь не знаем, не правда ли? Большинство из нас так никогда и не используют то, что нам дается вместе с жизнью. Хватит уже прожигать жизнь. Но если хочешь чего-то, ты должен стать неумолимым, даже безжалостным. Нужно учиться быть находчивым, идейным. Найти в себе силу оставаться на плаву, несмотря ни на что. Это качество победителя. Нужно познать в себе жажду. Нужно учиться проигрывать. Терпеть поражение раз за разом и все равно не сдаваться. Все это – обязательное качество победителя. Я не могу вам описать эту силу. Но я знаю, что она существует. Открывается она человеку тогда, когда он осознает, чего хочет. И полностью посвящает себя достижению этого. В каждом есть величие. Нужно учиться не слышать критиков вокруг себя. Я закою свою волю. Я не позволю ничему остановить меня. Я заслуживаю этого. Большинство людей с легкостью ставят на себе крест, а зря. Человеческий дух непостижимо могуч. Убить его почти невозможно. Ты неудержим, ты силен, тебя ничто не остановит. Чтоб ты знал, большинство людей проживает жизнь на ручнике, который постоянно тащит их назад. Реши, наконец, для себя, что будешь двигаться вперед. Сосредоточься на себе. И как только ты убедишь себя в этом всем, как только окрепнешь в этом новом состоянии сознание, ты увидишь, как меняется все, что ты делаешь. Ты будешь в шоке от того, насколько радикально поменяется твое восприятие этого мира. Насколько все твои действия и их результаты изменятся, когда ты начнешь говорить себе каждый день, «Это я! И во мне уже есть все, что нужно!» Это мой день. И сегодня меня ничего не остановит. Два самых важных дня в жизни. «Это день, когда ты являешься на свет, и день, когда понимаешь зачем». Марк Твен Я не думаю, что у кого-то из нас есть мечты, которые были нам даны не для того как раз, чтобы мы их реализовывали. Судьба. Если ты чувствуешь, что у тебя есть что дать людям, если твой талант достоин того, чтобы его развивать, чтобы заниматься им, в этом мире нет ничего такого, чего ты бы не мог достичь. Я рукоплещу тебе за твои мечты, за то, что ты идешь к ним. Я восхищаюсь тем, что ты веришь в себя. Потому что это самое важное в жизни. Напряжение, испытания, поиски путей, как можно улучшить себя. Иметь мечту – это не просто возможность. Это самая настоящая необходимость. Ты не должен бояться идти за тем, что по праву принадлежит тебе в этой вселенной. Это естественно, что логика будет говорить тебе, что это невозможно. Но если ты хочешь достичь неадекватно высоких результатов, проживать свою мечту, тебе придется стать неадекватным человеком. Когда ты растешь, все постоянно пытаются внушить тебе, что мир такой, какой есть, а жить в нем нужно так, чтобы не сотрясать его стены слишком сильно. Такая жизнь очень ограничена. На самом деле она гораздо просторнее. А когда ты наконец осознаешь, что все вокруг тебя было создано такими же людьми, как ты, когда ты поймешь это, ты никогда уже не будешь прежним. Ведь это так тяжело. Почему люди идут на это? Зачем? Зачем они взбираются на эти вершины гор? Зачем Нельсону Манделло было отдавать 26 лет своей жизни? Зачем люди делают это? Да, это невероятно сложно, но оно того стоит. А чтобы осознать это, нужно все-таки добраться до этого последнего шага. Ты должен с ума сходить от этого. Ведь это твоя одержимость. Ты был создан для этого. Должен был что-то строить. Строй. Изобретать. Изобретай. Да, но я еще мало что умею. Так бери и учись, мать твою. А если ты вдруг забыл, я напомню тебе. Историю не только читают, ее еще и пишут. Пишут те люди, которые не боятся мечтать. И не останавливайся. И не останавливайся. Не останавливайся. Никогда не переставай идти к своей цели. Наш главный страх не в том, что мы несовершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма. Именно свет пугает нас больше всего. То, что люди думают о тебе или о твоей мечте, тебя это вообще не должно касаться. Поверь, они в один голос будут говорить тебе, что это невозможно лишь потому, что сами такого не видели. Этого им достаточно. Пойми, историю не только изучают, ее еще и пишут. Пишут люди, которые не боятся мечтать. Ты должен взять с себя слово, что сделаешь это, что не сдашься, пока не дойдешь до конца, будешь отсекать все протесты, никогда не разочаруешься, не потеряешь энтузиазма. Не подумаешь, к черту все, я не вижу света в конце тоннеля. Ты должен понять, что это часть программы. Так же, как и физически слабый человек может стать сильнее, тренируя мышцы, слабохарактерный может укрепить свой стержень, тренируя правильное мышление. Если ты избавишься от слабости и на все будешь смотреть через призму своих целей, ты станешь одним из тех избранных, кто видит в поражении лишь очередной этап к успеху. Майкл, Майкл, несколько слов, что ты чувствуешь после этого поражения? Вы удивитесь, но у таких людей абсолютно любые обстоятельства, они умудряются заставить их работать себе на пользу. Те, кто пожертвовал малым, добьются малого. А тот, кто хочет многого, тот знает, что ему придется пожертвовать многим. То, что ты начнешь делать завтра, изменит твою жизнь. Основная составляющая в прогрессе человека это дисциплина. Если тебя цепляют правильные вещи, считай, что дело сделано. Научись получать удовольствие, быть счастливым от того, что ты, в отличие от других, способен заставлять себя делать то, что ты должен делать. Да, это будет тяжело, очень тяжело, но ведь и ты будешь не менее тяжело трудиться для этого. И когда ты выложишь все свои силы, доведешь себя до изнеможения, ты поймешь, что оно того стоило. Ты осознаешь, что теперь ты готов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok